Виталия Бианки Писателю удавалось найти волшебные слова, которые раскрывали перед нами тайны лесного мира. Слышали ли вы о медведе, который любит музыку? А знаете ли, у кого есть птиц нос лучше? Нет? И даже не читали лесную газету? Тогда вам обязательно нужно познакомиться с произведениями Виталия Валентиновича Бианки, писателя и ученого, наделенного особенным отношением ко всему живому. В них он живым красочным языком рассказывает об удивительном и таинственном мире природы. Виталий Бианки родился в Петербурге. Певучая фамилия досталась ему от предков итальянцев. Возможно, от них же и увлекающаяся артистическая натура. От отца у черного орнитолога. Талант исследователя и интерес ко всему, что дышит, цветет и растет. Отец работал в зоологическом музее Российской академии наук, и квартира хранителя коллекции находилась прямо напротив музея. Дети, трое сыновей, часто бывали в его залах. Там за стеклянными витринами замерли животные, привезенные со всего земного шара. Как хотелось найти волшебное слово, которое бы оживило музейных зверей. Настоящие были дома. В квартире хранителя расположился небольшой зоопарк. Летом семья Бианки уезжала в деревню Лебяжье. Здесь Витя впервые отправился в настоящее лесное путешествие. Было ему тогда лет 5-6. С тех пор лес стал для него волшебной страной – раем. Интерес к лесной жизни сделал его страстным охотником. Недаром первое ружье ему подарили в 13 лет. А еще он очень любил поэзию. Одно время увлекался футболом. Даже входил в гимназическую команду. Разными были интересы, такими же и образования. Вначале гимназия, затем факультет естественных наук в университете. Позднее занятия в институте истории и искусства. А своим главным лесным учителем Бианки считал отца. Именно он приучил сына записывать все свои наблюдения. И через много-много лет они преобразились в увлекательные рассказы и сказки. Бианки никогда не привлекали наблюдения из окна уютного кабинета. Всю жизнь он много путешествовал. Правда, не всегда по своей воле. Особенно запомнились походы по Алтаю. Бианки тогда в начале 20-х годов жил в Бийске, где преподавал биологию в школе. Работал в Краеведческом музее. Осенью 1922 года Бианки с семьей вернулся в Петроград. В те годы в городе при одной из библиотек существовал интереснейший литературный кружок, где собирались писатели, работавшие для детей. Сюда приходили Чуковский, Житков, Маршак. Именно Маршак и привел однажды с собой Виталия Валентиновича Бианки. Вскоре в журнале «Воробей» был опубликован его рассказ «Путешествие красноголового воробья». В том же 1923 году вышла первая книжка. В сказке Виталия Бианки «Чей нас лучше» пернатые хвалятся своими разными носами. У кого-то нос как клещи, ими можно орехи щелкать. А у кого-то длинный, прямо для глотания червячков. А есть и совсем необычные и даже странные носы. В этой сказке читатель познакомится с представителями пернатого семейства, узнает, чем они питаются и где живут. И все это в занимательной форме и с добрым началом. За свою жизнь Бианки написал более 300 рассказок, сказок, повестей и статей, которые вошли в 120 его книг, напечатанных в общем тиражом 40 миллионов экземпляров. Одно из самых известных произведений Виталия Бианки «Лесная газета» – это большая книга, результат неустанного труда писателя, работавшего над ней на протяжении 30 лет. Как известно, любая газета предназначена для того, чтобы передавать события, происходящие в мире. Именно на этом основывалась задумка Виталия Бианки. «Лесная газета» – это рассказы, отражающие все, что происходит в лесу, в поле, на реке, в разные времена года. Героями же произведения стали звери, птицы, насекомые, растения и, конечно же, человек. В каждом номере этой газеты, как и любой другой, всегда есть свежие новости. Здесь публикуются объявления, очерки, статьи, письма охотников, рыболовов и даже срочные телеграммы. Читая рассказы и сказки Бианки, дети учатся любить и понимать природу. Так, например, в книге «Кто чем поет» писатель рассказывает, что голос Аиста напоминает деревянную трещотку. Бекас разговаривает своим хвостом, а кузнечики – лапками. Кваканье лягушек, как и стук дятла, знакомы всем без исключения, но не все знают, что дрозды издают волшебные звуки, напоминающие игру на флете. Герой следующей сказки – муравьишка – оказался на закате дня вдали от своего муравейника. Пока он искал дорогу, с ним произошло множество приключений, а вернуться домой ему помогали жужелица, гусеница, паук и другие питатели леса. И если бы не друзья, неизвестно, чем бы закончилось приключение маленького муравья. Но герои Бианки – это не только животные, птицы, насекомые, но и их друзья, ребята. Находчивый Егорка из рассказа «По следам» не растерялся даже тогда, когда ночью в лесу его окружили волки. А первокласснице Майке даже удалось побывать в настоящей лесной сказке. Виталий Бианки был первооткрывателем во многом. Он ввел в детскую литературу о природе книги-календари, в которых прослеживается изменение в жизни обитателей леса, озера или реки. Придумал замечательную литературную форму «Лесные разговоры». Одним из первых начал писать авторские сказки. Их герои – звери, птицы и насекомые. Они умеют разговаривать, шутить, плакать и радоваться. И если вы хотите, чтобы ваш ребенок любил животных, ценил и уважал природу, был наблюдательным, читайте книги Виталия Бианки. Они познавательные пробуждают любознательность и чувства прекрасного. Виталия Бианки Виталия Бианки Виталия Бианки